Готовность школ к началу нового учебного года. На каком уровне подготовка уборочной страде? Эти вопросы были обсуждены на заседании аппарата Акима области. 1 сентября за партой сядут 149 тысяч школьников. Это на 6 тысяч больше. Главный учитель области заявил, что никаких трудностей в связи с этим не возникнет. Все дети будут обеспечены нормальными условиями обучения. Учебников тоже достаточно. Из бюджета на обеспечение детей учебными пособиями был выделен 1 миллиард 306 миллионов тенге. Совсем скоро полностью будет решена проблема аварийных школ. В прошлом учебном году было построено заново 8 школ. К сентябрю сдадут еще 3. Единственный главный учитель области сомневается, что ремонт ряда школ не успеет завершить к 1 сентября. Капитальный ремонт школы номер 181 Аула Алмала Шиерийского района начался только в августе. Также есть опасность, что из-за позднего прохождения конкурса о госзакупках, ремонт в школах номер 47 поселка Щииля и номер 157 Аулал Габас может затянуться. Аким области поручил своевременно завершить капитальный ремонт школ. Вопрос этот должен быть на личном контроле Акимов районов. Этот вопрос пусть будет на жестком контроле Акимов районов. Уважаемые коллеги, мы должны с большой ответственностью отнестись к началу нового учебного года. Все учебные заведения должны быть на 100% готовы к приему школьников. Акция «Дорога в школу» должна быть адресной. Социально уязвимые семьи не должны оставаться в стороне от такой помощи. Еще один вопрос. На сегодня в области ведется строительство 55 социальных объектов. Планируется завершить в текущем году 27 объектов. Получить на строительство 23,3 миллиарда тенге – это большое достижение. Поэтому эти средства должны быть полностью освоены. Сейчас же освоение не на уровне. К примеру, по обеспечению инженерной инфраструктуры жилых домов в Казаринском районе не освоены 300 миллионов тенге. В Шиерисском – 159 миллионов тенге. В Сардаринском районе – 100 миллионов тенге. На аппаратах также речь зашла и о подготовке к уборочной стране. В этом году рисовые площади составили свыше 89 тысяч гектаров. По словам специалистов, 75 тысяч из них высокоурожайны.